Екатерина Вильмонт. Раз улика, два улика. Глава первая. Остров в Средиземном море. Глава первая. Что наши мамашки задумали? Понятия не имею. Разве они что-то задумали? По-моему, явно. Они все время звонят друг дружке, как-то таинственно себя ведут. Вчера тетя Юля у нас была, и все время они с мамой шептались. А стоило мне войти, замолкали. Что-то они нам готовят. Готовят? Ну да. Вопрос только в том, приятный сюрприз или какую-то пакость. Ты, значит, ничего не знаешь? Есть одно соображение, задумчиво проговорил Гошка, припоминая разговор с мамой более чем двухмесячной давности. Ну, в нетерпении выкрикнул Никита. Понимаешь, про тебя я ничего не знаю. А мне вообще-то мама еще летом обещала поездку к морю. Ага, разбежался, разочарованно хмыкнул Никита. Как же, дожидайся. Про учебный год ты забыл? Помню, не волнуйся. Только речь шла о неделе. О неделю пропустить я лично не откажусь. Ты-то не откажешься. Только кто тебе предложит? Я тебе сказал, что знаю. А твоя мама с тех пор с тобой про это не говорила? Нет. Вот видишь, значит, это чепуха. И потом, про нас с моей мамой тоже речи не было? Чего не было, того не было. Но ведь могло же что-то измениться. В такую хорошую сторону, горько усмехнулся Никита, это вряд ли. Ты что, пессимистом заделался? Удивился Гошка. У меня, Гошка, в начале учебного года всегда пессимизм обостряется. А вот в конце наоборот. Логично, рассмеялся Гошка. Но бывают же исключения. Хорошо бы, вздохнул Никита. Но если допустить, что все так, как ты говоришь, то почему же они все делают тайком от нас? Почему прямо не скажут? Потому что не хотят нас расслаблять. А то мы вместо учебы будем мечтать о поездке и все такое. Гошка, понизил голос Никита. А куда твоя мама собиралась тебя везти? Она говорила про Испанию. Но это было еще под вопросом. В Испанию? Задохнулся от восторга Никита. «Ты не врешь? Еще чего? Ну это же... Это же... Это кайф! Ломовой!» «Никит, ты все-таки пока не больно, ты мечтай. В конце концов, это пока только догадка». «Да, правда. А то размечтаешься, а кажется, что...» «Все, Гошка, пока. Меня мама зовет!» Гошка задумался. Поскольку его мама, художница, целые дни проводит в своей мастерской, то странности ее поведения не бросаются в глаза. Если она ей совещается все время со старшей сестрой, Никитиной мамой, то он и знать об этом не может. И Гошка решил не ждать, а напрямую спросить у мамы, состоится ли обещанная поездка. Но мамы до сих пор нет дома. Может, позвонить ей в мастерскую? Нет, не стоит. Такие вопросы лучше задавать, глядя в глаза. И Гошка решил во что бы то ни стало дождаться маминого прихода. А вот и ключ в замке поворачивается. Гошка выскочил в прихожую. «Георгий, ты почему не спишь?» — нахмурилась мама. «Скоро одиннадцать. Завтра тебя не поднимешь. Ты ужинал?» «Ужинал. Мам, а когда мы поедем?» Огорошил он маму внезапным вопросом. «В следующий четверг», — машинально ответила она, но тут же спохватилась. «Гошка, ты о чем?» «Мам, ну я же не безмозглый. Ты еще летом говорила, что мы поедем куда-то к морю. А тут вы с тетей Олей чего-то шепчетесь, совещаетесь». Мама улыбнулась. «Пронюхали?» «Так я и знала». «Так мы и вправду едем», — возликовал Гошка. «Едем». И Оля с Никитой тоже. «Ура!» — завопил Гошка. «А куда, мамочка, куда?» «На Майорку». «На Майорку?» «А это где?» «Майорка — это остров в Испании». «Остров?» «Вот здорово!» «А там сейчас тепло?» «Говорят, да». «И можно будет купаться?» «Надеюсь». «А мы вчетвером только едем?» «Тебе еще кто-то нужен?» «Нет, просто спросил». «Мам, а сколько туда лететь?» «Четыре часа». «Гошка, только ты в школе пока про это не звони, ладно?» «Ладно. У меня есть с кем поговорить на эту тему». «Мам, я только не пойму, зачем вы с тетей Олей это от нас скрывали?» «Чтобы заранее вас не отвлекать от занятий». «А то знаем мы вас». «Но вообще-то так Оля решила. Я бы не стала ничего скрывать». «Мама, а где мы там жить будем?» «В гостинице где же еще?» «На самом берегу моря». «Кайф!» «Мам, а там...» «Там есть виндсёрфинг». «Виндсёрфинг?» «Полагаю, что есть. Но тебе-то зачем? Ты ведь не умеешь». «Но учусь?» «Мне так хочется!» «Посмотрим. А теперь отправляйся спать. Без разговоров». «Спокойной ночи, мамочка!» Покорно согласился Гошка. Звонить Никите было уже поздно. А спать, естественно, совершенно расхотелось. Гошка достал с полки энциклопедический словарь географических названий, нашёл Майорку, но там было сказано «Майорка!» «Остров в Средиземном море». «См. Мальорка». Гошка нашёл Мальорку и прочитал. «Мальорка». «Майорка». «Остров в Средиземном Мэ». «Наиболее крупный варх Балиарских островов». «Принадлежит Испании». «Пл. 3640 квадратных кэме». «Поверхность». «Приим. Всхолмленная равнина». «На. С. З. Горы. Выс. До. 1445. М. «Средиземноморские ландшафты». «Субтропич. Земледелие. Овцеводство. Рыболовство. Гл. Город. Пальма». «Сведения, конечно, скупые, однако вполне достаточные, чтобы разыгралось воображение». «Средиземноморские ландшафты». «Интересно, какие они?» «Субтропич. Земледелие. Там, наверное, выращивают фрукты. А по горам, ввыз, до 1445 метров ходят овцы. И по всхолмленной равнине тоже. А внизу, на берегу моря, Гл. Город Пальма». «Пальма де Майорка»? «Тот самый город, про который поет Шуфутинский?» «Пусть тебе приснится, Пальма де Майорка». Гошка даже задохнулся от восторга. «Неужели меньше, чем через неделю, они будут на Майорке?» От волнения Гошка вскочил и заметался по комнате. Потом приоткрыл дверь и прислушался. Мама с кем-то разговаривала по телефону. Он проскользнул на кухню и попил воды. Затем вернулся к себе, лег в постель и мгновенно уснул. Но всю ночь ему снились средиземноморские ландшафты. И сам он на доске виндсерфинга под прозрачным парусом. Во сне ощущение было волшебным. Утром он побежал в школу, но все мысли, естественно, были заняты предстоящим путешествием. Он даже на Сашу Малыгину глядел без особого восторга. Не до нее сейчас. Едва дождавшись конца занятий, Гошка бегом бросился домой. И первым делом позвонил Никите. К счастью, тот уже был дома. Иначе Гошку, наверное, разорвало бы. «Никита, я все узнал!» — выкрикнул он. «Ну?» «Я был прав. В ближайший четверг мы улетаем». «Кто мы?» — осторожно осведомился Никита. «Мы с тобой и мамашки!» «Куда?» — завопил Никита. «Не поверишь». «Гошка, на Майорку!» «Куда, куда?» «На Майорку!» «Это в Испании, остров!» «Охренеть!» «Да уж, ты точно знаешь!» «Точнее, не бывает. Я вчера маму к стенке припер, она и раскололась». «Там, наверное, есть виндсерфинг, представляешь?» «Виндсерфинг?» «А ты умеешь?» «Откуда?» «Но жутко хочу научиться». «Просто не верится, Майорка!» «Средиземное море, Испания!» «Да, не слабо, Никитка!» «Слушай, а сколько мы там будем?» «Целую неделю!» «Неделю?» «Разочарованно протянул Никита!» «Так мало!» «Ничего, хватит с тебя!» «Слушай, а какие в Испании деньги?» «Кажется, песеты!» «Ой, Гошка, я теперь с ума сойду!» «Почему?» «От нетерпения!» «Как хочешь на Майорку?» «Не то слово!» «Можно подумать, ты не хочешь!» «Конечно, хочу, еще как!» «Гошка, как ты считаешь, мы в гостинице жить будем?» «В гостинице, а что?» «А то, надо как-то объяснить мамашкам, что хорошо бы нас с тобой вместе поселить!» «То есть, ну, там номера обычно двухместные, так лучше бы нам с тобой жить, а им от нас отдельно!» «Это запросто!» «Что запросто?» «Никит, если они сами не сообразят, что так лучше, то надо дать понять!» «Как?» «Им наверняка захочется подольше поспать, а мы будем мешать!» «Ну и все в таком роде!» «Думаю, уже на второй день они сами сообразят, что куда спокойнее нас отселить!» «Это точно!» «Свобода!» «Засмеялся Никита!» «Вот только что мы с этой свободой делать будем!» «Найдем!» «Свобода есть свобода!» «Не помешает!» Однако ребятам ничего не пришлось предпринимать. Мамы и сами решили, что мальчикам вдвоем будет лучше, поэтому они еще в Москве об этом сказали. «Только предупреждаю, — заявила тетя Оля, мать Никиты, — «ведите себя прилично, чтобы нам не пришлось за вас краснеть!» «Ладно!» — кивнули мальчики. Разговор этот происходил в аэропорту, когда они под табло ждали представительницу туристической фирмы, которая должна была привезти им документы и билеты. «Мама, а вдруг она не привезет?» — спросил Никита. «Привезет. Обязательно привезет. У нас времени еще вагон. К тому же это Юлина подруга, которая сама предложила нам эту поездку». Подруга Гошкиной мамы появилась минут через десять. «Вот, Юля, все в порядке. Тут билеты, тут ваучеры на размещение в гостинице, тут страховка. Надеюсь, все будет в порядке». «Я тоже надеюсь», — улыбнулась мама. «Какая там погода, не знаешь?» «Погода прекрасная. Сегодня с утра двадцать пять градусов». Гошка с Никитой восторженно переглянулись. Погода блеск! «Что, Гоша, рад поездке?» — спросила мамина подруга. «Рад. А какая температура воды, не знаете?» «Вчера было двадцать три». «Боже, неужели такое возможно?» — простонала тетя Оля. «Неужели мы еще сегодня сможем искупаться?» «Искупаемся обязательно», — пылка проговорила Юлия Александровна. «Ой, Галочка, а какой самолет?» — спросила вдруг Ольга Александровна. «Самолет отличный. Ил-86. Удобный, просторный. Прекрасно, просто прекрасно». «Но вот все формальности позади. Вещи сданы, можно и погулять по заграничной части аэропорта». Однако довольно быстро объявили посадку. «Гошка, гляди, сколько народу летит на Майорку!» — прошептал Никита. «Ну и что?» «Чудак ты, Никита!» «Самолет и вправду оказался очень удобным. Но целых четыре часа сидеть в кресле...» Конечно же, они обследовали все, что было возможно. Однако возможностей было так мало. За каждым их шагом следили бдительные стюардессы. Да еще в какой-то момент объявили, что самолет проходит зону турбулентности. И всех пассажиров просят сесть на место и пристегнуть ремни. Никита решил немного поспать. Он действительно довольно быстро уснул. А потом вдруг проснулся, как от толчка, и ахнул. В проходе совсем близко от него стояла и с кем-то разговаривала женщина. Такой красоты, что у Никиты дыхание сперло. Высокая, тоненькая, смуглая, темные волосы до плеч, большие черные глаза, дивная улыбка. «Вот это да!» — подумал Никита. «Настоящая красавица! Просто глаз не отвести!» Он толкнул локтем Гошку. «А? Что?» — проснулся тот. «Гошка, смотри, какая!» — показал он глазами на красавицу. «Да, красивая, но не в моем вкусе». «Дурак, много ты понимаешь!» — проворчал Никита. «Покрасивее, чем твоя Сашка!» «Это ты, дурак!» — отпарировал Гошка. «А вообще так не бывает, чтобы кто-то нравился всем подряд. Но я признаю, красивая. Только она уже старая, ей лет тридцать, наверное». Никита оскорбился, но счел за благо промолчать. Красавица еще постояла в проходе, а потом ушла. И больше Никита ее, сколько не смотрел, так и не увидел. Один раз она мелькнула уже в аэропорту Майорки и снова исчезла. А в душе у Никиты осталось странное чувство какой-то потери. Впрочем, уже через час он обо всем на свете забыл. Ведь они прилетели на Майорку! Глава 2. Отель Лас-Аренас От аэропорта до отеля было 10 минут езды. «Боже, какая прелесть!» — воскликнула Гошкина мама, когда они выгрузили вещи из маленького автобуса туристической фирмы. Отель назывался Лас-Аренас и находился в нескольких метрах от пляжа. «Юля, идем скорее! Любоваться красотами будешь потом! Сначала надо заселиться!» — строго сказала Ольга Александровна. «Могут возникнуть проблемы! Какая-то путаница!» Но никаких проблем не возникло, и вскоре им вручили два ключа. «Так, насколько я понимаю, у нас номера на разных этажах, но один над другим. 116 и 216!» — сказала Ольга Александровна. «Чур мы в 116-м!» — сказал Гошка. «Да ради бога!» Сначала всей компании отправились в 116-й. Это оказалась совсем небольшая комнатка, чистенькая, с двумя кроватями, с ванной и туалетом, и даже с балконом. Откуда, если взглянуть направо, открывался вид на море, на пляж и яхт-клуб? «Кайф!» — в один голос воскликнули мальчики.